Что такое боль? Ведь мозги не болят. Хороший вопрос. Хотите знать? Понимаете, как важно всегда задавать вопрос, когда в вопросе есть ответ на вопрос. Что такое боль? Ведь мозги не болят. Правильно, мозги не болят. А почему не болят мозги? Почему хирург, допустим, делал операции заключения только некоторых центров, где нервные узлы есть, он может брать ложку, черпать, без всякой анестезии, мозги выворачивать наружу, и никто же не почувствует. А почему? Потому что чувствуют не мозги. Мозги получают информацию через рецепторы. А в самих нейронах мозга и рецепторов нет, естественно. И поэтому, когда кто-то их отрагивает, естественно, они не получают информацию об этом действии, потому что нет рецепторов, дающих информацию. Мы чувствуем боль, потому что каждый нейрон мозга имеет отросток, его называют аксоном, мы называем его нерв. Правда, нерв состоит не из одного аксона, а из группы аксонов, которые пучок создают, а потом эти пучки, которые мы называем нервом, приходят и распределяются, и каждый аксон, это из пучка, имеет нервный окончание, на котором уходит специальный сенсор чувствительный, который реагирует. Какой-то рецептор реагирует на боль, на огонь, на тепло, холод, механические повреждения и так далее. И когда происходит воздействие на этот рецептор, сигнал идет, возвращается в мозг, и мы чувствуем. Но если у человека повреждены рецепторы, вот сейчас, конечно, не так много, но раньше было больше проказа, знаете, все такое болезни, слышали, по крайней мере. Вот когда возникает в одной из последних фазей этой болезни, которую вызывают палочкой, я забыл, кто нашел ее, палочкой, которая вызывает эту болезнь, у человека на лбу возникает, так сказать, мордер-2, лев появился. В этой фазе у человека, в принципе, атрофируются все рецепторы. То есть что такое? Вот если из такого состояния человек болезни уснет и махнет рукой, попадет рука в костер, он будет спать всю ночь, рука его обуглится, полностью проснется, обугленная рука. Почему? Потому что когда рецепторы не дают сигнал мозгу, мозг никак не реагирует. Поэтому мозг не болит, потому что его задача не болеть, а реагирует. И когда вот мы говорим, вот голова болит, в принципе, это не голова болит, это болят сосуды над костницей. Вот у нас скальп есть, вот это самое, вот здесь сосуды, которые его запитывают, наш волосяной покров на голове. И вот сосуды, когда они сужаются, в силу технических причин, получается, кровь подается под давлением, получается, давление крови идет большое, сосуды сужены, и возникает распирание их, и вызывает боль. То есть это не голова болит, а говорят именно сосуды над костницей. А мозг никогда не болит, его не должен болеть. Его задача как раз-то спасать нас от всех остальных проблем, чтобы мы во время сна руку в костер не получили, не положили, а потом утром и завтрак не надо готовить. Чтобы этого не было, и существуют рецепторы, которые нам позволяют реагировать на внешнее воздействие, и тем самым адекватно реагировать.